Всем привет, ребята! И сегодня начинается влог, начинается моя стадия переезда, потому что сегодня получается вторник, во следующий понедельник, то есть во следующей неделе я получаю ключи от квартиры, и во следующий вторник я уже переезжаю. У меня, как и есть, ничего не собрано, всё в таком же прежнем виде, но хорошая новость в том, что этот дом у меня ещё где-то полтора месяца, поэтому у меня будет время собрать то, что мне реально нужно, вернуться, прибраться, всё помыть, почистить, покрасить и так далее. Поэтому это на самом деле реально хорошие новости, и сегодня я поеду покупать коробки для переезда и начну собирать, потому что завтра я, скорее всего, ещё чуть-чуть дособеру, и потом у меня не будет времени, потому что потом через два дня выходные, на выходных я уже на озеро опять, в понедельник я забираю ключи, и во вторник у меня переезд, поэтому да, нужно всё сделать очень оперативненько, быстренько, классненько. А ещё, кстати, зацените, я волосы вчера помыла, и я решила их не сушить, потому что мне понравилось после озера, как они у меня завиваются, потому что с блондом они всё равно так не завивались, потому что они были очень испорчены. А тут я их вчера прямо так вот оставила сушиться, и сегодня я их даже не расчесала, просто взяла масло, ну, всякие ещё средства, и вот так вот руками проводила, и они как бы расчесаны, но они как бы в кудрях. И вы видите, где мой блонд был, то есть вот здесь вот, докуда, господи, наверное, вот досюда, это мои волосы уже отросли пипец, да? И вот здесь вот эта всё ещё вот часть блонда, которая у меня была всю жизнь со мной, да? Но сверху они тоже ещё обгорают на солнце, но оно очень естественно выглядит, и мне очень нравится, я даже не хочу их красить, потому что мне нравится, что они такие светлые на конце, да, наконец-таки мне нравятся мои волосы. Хочется, конечно, длину вот досюда, но, по сути, ещё чуть-чуть осталось, и я буду безумно счастлива, и потом уже не знаю, что, может быть, буду делать. Окей, я хочу попить кофе, но я не хочу ехать в Старбакс, потому что мне хочется выпить вот этот кофе, который мне прислали. Я не знаю, а вы видели в моём Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Я показывала, что мне прислали просто попробовать типа протеиновый кофе, энергетики и всё такое. Вот, короче, буду пить сейчас вот это кофе, оно солёное карамель. У меня есть стакан, в который я положу лёд, налью туда кофе, положу ещё сверху, наверное, взбитые сливки, потому что хочется какую-то пенку, знаете, такую. Я могу это с молоком смешать, в принципе, чтобы оно было такое, как в Старбаксе, знаете. Если спросите, почему ты просто не попьёшь из этого, потому что, ребят, я, во-первых, хочу красивый напиток, во-вторых, как только есть эту машину, оно станет тёплым, потому что на улице жара, ну, блин, я не знаю, где-то 100 по Фаренгейту, это, наверное, где-то 35-40, я не знаю. Короче, да, поэтому я кладу лёд, всё наливаю туда. Ой, извиняюсь, мы упали. Боже, ребят, на самом деле, я не могу представить, что буду жить в другом месте, это так странно, но да. Давайте начнём наш напиток. Вообще, ребят, получилось просто бомба, вкусно, холодно, и такое всё. Прикол в том, что, короче, это кофе, там 10 грамм ритеин или что-то такое. Это мне прислала вот эта компания, которая, типа, делает напитки для спорта, ну, короче, вот эти все привыкаут напитки, рассыпчатые, короче, вы поняли, которые надо мешать. Да, просто прикольно, вкус такой классный, и там вроде бы что-то мало сахара или что-то такое. Всё так же вкусно. Окей, мы едем сейчас покупать коробки в Хом Дипа, это как Оби, я вам уже рассказывала, кто знает, кто знает. Оно, типа, реально выглядит как Оби, вот там даже вот этот оранжевый цвет. Плюс, мне хочется поесть сначала, потому что я безумно голодная, и я вообще не знаю, что мне есть. Хочется что-то полезное, но я, если честно, тоже не знаю, что. Короче, заказала себе салат «Цезаре» в одном из моих самых любимых мест. Я иду его собирать. В общем, это моё одно из самых любимых мест, кафе, кафе, ресторан, не знаю, там больше такая еда, как по мне домашняя, то есть там супчики. Там очень много разных супов, я не знаю, 10 видов, я обожаю супы, я постоянно там заказываю, но сейчас очень жарко до супов. Поэтому я заказала себе салатик. В общем, вот так оно выглядит, это стоит 12 долларов плюс 2 доллара чаевые. Вот столько салата, это, скорее всего, будет, думаю, ещё и обед, потому что я, конечно же, не доем это всё. Конечно, мешать это всё дело интересное. Я всегда добавляю соус, если я прошу два соуса, я часто собираю этот соус просто куском, вот тут, допустим, курочка, мне вот так вот беру курица, и собираю соус с курицей, чтобы весь соус себе положить. Ну а что? Плачу за него. И второй. Как размешивать салат, я вьюка, потому что, смотрите, оно всё горой наложено, поэтому мы закрываем и просто трясём, насколько вообще вы можете. Со всей сирии. Ууу, да, оно размешалось, посмотрите, не знаю, вам видно или нет, но оно... Я так и знала. Я буду кушать, после этого мы едем с вами в Home Depot покупать коробки. Не знаю, сколько будет, обычно они стоят где-то 1 доллар 50 за одну там среднюю коробку. Не знаю, мне нужно 50 где-то, а это получается 1 доллар 100 еду. Сейчас я кушаю, и мы едем. У меня тут такая секундочка откровения. Вообще, хотела вам сказать, что я безумно-безумно рада, что мой блог в данный момент построен на том, что я могу что-то покрасить, обустроить, построить своими руками и так далее. И я просто обожаю делать контент в этом стиле. Также я всегда хотела попробовать себя в дизайне, но из-за огромнейшего разнообразия направлений я никогда не могла определиться. Но потом я узнала, что вместо трата огромного количества времени, я бы сказала даже недель, на поиске информации в сфере профессии дизайна, и, конечно же, неудачных попыток определиться, в каком направлении я хочу двигаться, я могла просто прийти на один бесплатный вебинар, который называется «Искра» от крупнейшей онлайн-школы дизайна «Контендент». Я не раз рассказывала вам про эту школу, потому что она действительно лучшая из лучших. «Искра» — это один день быстрого и качественного погружения в творческие профессии. Ну а 7 сентября уже топовые эксперты расскажут, как же освоить новую профессию, чтобы в этом году устроиться на работу, а не просто потратить время на обучение впустую. «Искра» сэкономит вам более 3000 рублей на карьерную консультацию. А также, внимание, более 50 часов самостоятельного поиска в интернете. Честно, меня эти цифры вообще пугают. В общем, регистрируйся по ссылочке в описании или сканируй этот QR-код и открывай прямой путь дизайн вместе с «Искрой». А мы возвращаемся к нашему переезду. Приехала в Home Depot, кстати, ребят, смотрите, сколько здесь растений. Когда я приеду, я буду покупать там что-то себе, потому что я хочу себе красивый балкон. У меня, как вы помните, большой балкон там, поэтому да, будем там выбирать растения. Я вообще обожаю такие магазины строительные, потому что там еще есть очень много всяких классных растений, потому что тут много всяких разных примамбасов для дома, и мне это очень все нравится, прикалывает. Поэтому да, но я вообще, кстати, понять не имею, где коробки. Окей, будем сейчас разбираться. Вот это взрослая жизнь. Ребят, посмотрите, сколько я всего взяла. Тут даже не 10 коробок. Тут, по-моему, 30 или 40, я точно не помню. В общем, ребят, это все мне обошлось в 159 долларов. Я взяла 45 таких коробок, 8 маленьких, оберточную вот эту штучку, которая всем нравится вот так вот. Сейчас я приехала в магазин, который называется Доллар Три, там просто все дешево, потому что мне нужно купить батарейки, мне нужно купить маркеры, чтобы подписывать коробку. Вот так вот все тут выглядит, тут уже школьные принадлежности, потому что скоро школа. Как хорошо, что у меня ее нет. Мы с вами купили все, что нужно, батарейки, маркеры, и я тем не менее все собирать, боже, не могу дождаться. Ребят, ну как вы поняли, я, конечно же, в этот день ничего не собрала, дня 4 прошло. Сейчас я еду забирать ключи от дома, наконец-таки это значит, что вы сейчас увидите дом. Не просто, вот знаете, все уронила, все животные испугались. Не просто, знаете, увидеть дом, как вы бы увидели, когда я показывала вам видосы. Все это время у меня была открыта дверь. Ребят, у меня не было дома 3 дня, все это время у меня была открыта дверь. Ну, что вам сказать, удача выглядит так, теперь мне страшно. В общем, неважно, сейчас я еду получать ключи от дома, наконец-таки, и покажу вам прям такой рум-турчик, когда там все пусто. Мне надо быть там уже через 20 минут. А, ребят, смотрите, что у меня есть. Я так счастлива, сейчас я вам все покажу. Включаем свет, заходим. Это все я буду красить, пока не знаю в какой, но я буду красить. Вот тут вот свет включается тоже. Смотрите, как ярко. Идем дальше. Тут вот такая комната, там балкон. Вот здесь будет стоять стол, такая вот кухня. Боже, ребят, я так счастлива, я не могу поверить своим глазам. Так, что у нас тут? Еще свет. Свет тут. Тут желтый, но мне кажется, что я могу его поменять. Стиралочки. Идем дальше. Тут, кстати, я не знаю, что. Тут ничего. Так, тут у нас еще одна комната. Пипец, да? Идем. Тут у нас ванная. Не могу поверить, что это мой дом, ребята. Офигенно, я так счастлива. Тут еще одна комната. Это большая спальня. Прикол в том, что я только что у нее спросила, она сказала, что могу красить. Вообще, что, в какой цвет хочу? Просто, чтобы я обратно покрасила в белый или в этот же цвет. Это типа мастер-бедрум. Я не могу поверить своим глазам. Просто не могу. Так вот все, короче, выглядит. Я счастлива. Ну что, ребят, доброе утро. Я только проснулась. И сегодня понедельник. Это значит, что сегодня приезжают Рома, Степа, Остин. И мы начинаем собирать все коробки, потому что завтра в 8 утра. Ко мне приедут. Грушки, мы будем все перевозить. Поэтому, да, сейчас где-то 9. Я встала в это время, потому что у меня уже есть, ну, как вы помните, кучи от нового дома. И там серые стены, которые мне, конечно же, не нравятся. Вот, поэтому я сейчас еду их красить. Потому что завтра я не хочу этого делать, когда будет там мебель, уже все вещи. Потому что, ну, это будет заставлено, это будет неудобно. Сейчас там супер пусто. Поэтому я поеду сейчас, это сделаю как можно скорее. Мне, конечно, будет сложно, потому что у меня надо тронить огромную лестницу. Но ничего. Кстати, пью снова вот эту штуку. Если что, не реклама. Я не знаю, помогает, не помогает. Но у меня живот на всех водках выглядит тысячу раз лучше, чем всегда будет. Вот так вот просто мешает такую штукенцию. Еще прикол в том, что вчера в своем телеграм-канале я спрашивала, в какой цвет покрасить стены в моем новом доме. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить вот такие вот моментики. Вот так вот это все выглядит. То есть был вариант розового и был вариант голубого, такого бирюзового. Все проголосовали за бирюзовый. Если честно, я тоже, потому что я думаю, что нежно-розовый сделаю просто в другую комнате. Мне всегда хотелось такого цвета, именно стену. Плюс у меня очень много морского декора, который я поставила как раз-таки в зал, потому что его слишком много. Значит, да, вот такие дела. Сейчас едем, значит, с вами в хом-дибе выбирать краску. Едем уже красить и все. Это чудо. Мне надо затащить сейчас машину. Если что, оно чуть-чуть. Ну, то есть если бы еще вот столько длины, оно бы не закрылось в машине. Поэтому сейчас мы будем все это класть, потому что мне нужно как-то красить стены. Там одно и там высокие потолки, как тут. Что-то в последнее время я сюда езжу как домой, знаете, просто постоянно. Вот он, мой хом-дипо. Смотрите, сколько цветов и как мне выбрать один. Я выбрала эти два цвета. Вроде бы они самые близкие, надеюсь. Выглядит неплохо. Сейчас решила быстро сайфить в Макдональдс, потому что там завтраки, я очень голодная. Я иду в Макдональдс забирать свой заказ. Ну, в общем, у меня в машине тут такая картина. Это лестница, которую я затаскивала. И сейчас я буду есть самый вкусный, боже, завтрак. Я обожаю завтрак из Макдональдса. Это обошлось мне где-то 10 долларов. Напиток, бургер и хэш-браун, конечно же. Ребят, такой горячий тут бургер, это пипец. Вот так вот он, короче, выглядит, ну, как обычно. Боже, ребят, я буду наслаждаться. И встретимся уже, когда я приеду на квартиру. На дом свой новый, боже, не могу поверить. Что я могу сказать? Это, конечно, сложно. Ну, ничего, кстати, послушайте, я все начну красить. И буду это снимать в тикток. Поэтому уже придусь к вам, когда все будет покрашено. Помните, это до. Эти серые стены. Да помните их до. Там у меня лимп, а в эту комнату, но там будут стены розовые. Докрасила я стены. Вот там вот кусок торчит. Я просто сниму вот этот вот... Короче, вот эти штукенцы. Занавески, типа. Потому что там просто на двух болтиках я сниму и вот так все покрашу. Потому что там неудобно подвозить у меня с собой. Ничего нету. Кстати, ребят, я провела краску вот сюда. И я все убирала. Это был трендец. Я думала, что все. Конец. Я сняла это на видео. У меня не было времени переставлять камеру. Потому что я боялась, что она засохнет. Но, короче, да. В общем, ребят, мы начинаем собирать. Хай! Приехал Остин. И мы будем сейчас все собирать. Скоро приедет Рома и Степа. Каспер! Хелло! Короче, да, я купила где-то 45 коробок. Но я не знаю, если мне будет достаточно. Если что, поеду еще покупать. Мне нужно собрать все, что у меня есть тут. Его тоже в коробку. Кушаем и смотрим очень странные дела. Хотя смотрели их уже тысячу раз. Это, кстати, очень вкусно. 20 долларов за это. What do you have there, Остин? What? In the box. What's in the box? Мяу. Короче, Каспер сюда запрыгнул. О, боже. В общем-то, мы упаковали всю комнату. Но тут осталась мелочь. Что-то я выкину. Что-то я положу в кошелек. Что-то я там буду еще использовать. Что-то беру с собой в руках. Потому что я даже не знаю, как это везти. Напишите в комментариях, как бы вы это везли. Потому что я хз. Вот это все остальное заберут люди, которые будут все это перевозить. Зеркало. Вот это. Вот это. Вот это. Короче, все. И тут, по сути, в этих коробках вся моя комната. Это, конечно, трэш, потому что это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь коробок, только одна комната. Даже тут пусто, смотрите. На это я, конечно же, тоже в руках вывезу. Ни разу, кстати, это не носила. Вот так вот. Вы даже не знаете, что там, потому что ни разу не носила, ни разу ничего не постила в этом. Ребят, посмотрите, как он у него. Короче, приехали эти дуры. Спустя шесть часов. Приехали замученные, голодные, в итоге ели. Еще все такое. Сейчас он, кстати, срезает. Да, мне просто это бесит. Я говорю, можно я срежу? Ну, ребят, раз уж это последняя ночь, это, ребят, моя последняя ночь. Ну, как-то это тоже наша последняя ночь здесь, мы здесь жили сколько. Ну, да. Ну, это тоже как бы наша чистая ночь. Все, я режу. Давай. Не выдергивайся, кормим-то. Степ, нет, я еду это миксую. Кофе, что-то это. Я думал, что нога сломалась. Че? Потому что так стоишь. Вон. Все, короче, ребят, мы наконец-то пакуемся до конца. Сейчас я буду показывать Роме Паука, Черная Вдова, которая очень страшная. Тут Черная Вдова? Да, ее надо убить, я бы сейчас попрошу. Тише. А где она? Вот. Если это укусит, и ты не поедешь в больницу, ты можешь... Давайте прожирим. Нет, Ром, ты видишь? Поджигай. Поджигаю. Я весь из-за скажет, что ты меня не любишь, я... Ром, пожалуйста, я тебе серьезно говорю. Я, ты меня любишь? Да, потому что я тебе серьезно говорю, если она укусит даже его, что-то огромное, то, Степ, если ты не поедешь в больницу, через пять часов ты умрешь. А он сказал, что это не Черная Вдова. Это не черная вдова. Это просто нормальный спайдер. Ты не знаешь. Убери ее, она не может уходить туда. Ты не можешь уходить. Закрой, иди сюда, он сейчас убьет ее. Кошка. Не хочешь еще спайдеров пускать? Фак. Спасибо. Спасибо. I'm here, I'm ready. This one's gone. What? Где Ром? It's gone. What am I supposed to do? Они закончили первый этаж. Я вообще в шоке, ребят. Просто посмотрите. Пустота, 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 пустота. Спасибо, ребят. Really good? You killed. Спасибо. 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 Ребята, доброе утро. Я спала где-то четыре часа, потому что мы все собирали где-то до трех, наверное, до четырех. Сейчас восемь, потому что игрушки должны приехать вот-вот. Не знаю, мне кажется, когда мы все перевезем, я просто единственное, что сделала у себя, кровать и просто лягу спать. Вот так вот выглядит все. Это я все повезу в машине, это цветы живые, все коробки. Но это я за эти вернусь. Короче, да. Все собрали, убраться не убрали. Но это ничего. Это все решаемо. Короче, жду грузчиков и все перевозим. Аустин спит. Завидую. Ну что вам сказать, дом пустой, конечно, тут остались эти украшения, потому что их я буду приезжать снимать отдельно. Вообще, на самом деле, говорят, так грустно. Я так хотела переехать и так рвалась переехать, потому что мне так начал бесить дом найти. Просто для меня очень важно сделать там декорации и так далее. И когда я заканчиваю совсем, у меня нет уже идей, как это место украсить и так далее. Меня начинает это раздражать. Получается, я так хотела переехать, и в итоге я переезжаю. Мне грустно, потому что столько воспоминаний тут, столько классных моментов. Мое день рождения, мое 21-е день рождения. Когда мы жили тут с Ромой, со Степой. Когда ко мне сюда приезжали друзья, мы смотрели фильмы, делали картель. Я не знаю, все это было. Так круто и немножечко грустно, но такова жизнь. Конечно, я сниму подробное видео насчет моего дома, как я и говорила в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Отвечу на все, короче, вопросы, что вы задавали мне в ТГ насчет этого, потому что вопросов было, ну, 10 минимум. Мне не хочется это просто как-то делать просто в ТГшке и так далее. Я просто хочу, чтобы люди, которым это реально интересно, увидели это, и поэтому я делаю отдельное видео про это. Сейчас жду Осина, я поехала за Макдональдсом, за завтраком, и уже выезжаем. Боже, я не могу поверить, просто посмотрите. Вот так вот выглядит мой дом. Это трэш, я не могу поверить. Это на выкид. Но, конечно, я еще сюда вернусь все забирать. Допустим, вот это я ничего не брала, потому что я не знаю, куда я хочу это деть. Тут тоже пусто. Все-все пусто. Это очень грустно, но такова жизнь. Все, ребята, здесь больше не живут. Пипец. Мы, короче, уже приехали в новый дом. И, ребята, смотрите, у меня на балконе живет огромный паук. Я не знаю, вы его видите или нет. Вот ребята уже разгружают все. Вот так вот. Кстати, я уже второй раз как бы переезжаю с этими ребятами, потому что, во-первых, ребята, цена очень хорошая. Это, ну, как бы просто отличная цена. Плюс они делают доставку как бы по всему Лос-Анджелесу. У меня было два телевизора, диван, короче, все. Просто все замотали, все сложили. Идеально просто. Ничего никогда не разбивалось. Все отлично. Супер быстро все перевезли. Смотрите, какая огромная машина. Я просто безумно счастлива, что нашла их. Вообще нашла очень рандомно. Не могу с вами не поделиться этим, потому что это очень реально хороший контакт. Если вам нужны переезды, если вы живете в Лос-Анджелесе, обязательно приходите по ссылке в описании. Говорю, как отлично вы делаете свою работу. В общем, да, ребята, свинь-фу, найдете в описании. Я, ну, в следующий раз, когда буду переезжать, 100%. Вы знаете ему ответ. Ребят, произошло то, что я так боялась. Ребят, вы видите этого мужика? Ребят, вот так вот пока что выглядит все. Это хаос, но зато тут очень все классно. Посмотрите на это. Do you like this apartment? I like this apartment. Он устал, он спал очень мало. Ну что, ребят, вот так вот выглядит этот разгром. Так вот все выглядит. Повесили телевизор. Все красиво, в общем. Мне предстоит очень интересное время декора этого всего. Это комната, короче, для животных. Тут я поставила своих кроликов. У них вот такой вот дворец. Я еще куплю им ковер. Поки, do you want some attention? Я разговариваю с ними на английском, потому что они отсюда. И я думаю, что они понимают английский, поэтому да. Я положу какой-то коврик под низ, потому что я знаю, что кролики любят на ковре бегать. Свинки. Их ждет новая клетка. Черепахи будут где-то, я думаю, в комнате тут. У кошки, понятно, само собой. Тут тасаются. Я поспала. Где-то час. Я сейчас уже начала разбирать вещи. И надеюсь, что сегодня мы, я думаю, что все разберем, потому что не так уж что-то много всего. В основном моя комната главная, кухня, а остальное с макияжем, это я уже принесла справлюсь. Ну, ребят, посмотрите просто, как красиво выглядит все. Смотрите, как падает цвет. Как красиво выглядит цвет краски. И вообще, я так довольна, ребят, вы не представляете. Это просто шок. Очень нравится мне этот дом. Не могу дождаться, чтобы снимать, как я делаю видосы, как я декорирую все. Я просто не могу этого дождаться. Довтра буду снимать первый видос. Так, ну что, ребята, наконец-таки я чуть-чуть все подраставила. И сейчас я вам чуть-чуть проведу такой хаос-тур. Я сейчас нахожусь на своем балконе. И сейчас вам покажу, как тут все уже в более обустроенном виде. В общем-то, балкон я еще пока что не успела обустроить. И вот эти вот штуки, вот эта сидушка, вот этот диван мне оставила владелица этого дома. Потому что ей некуда это было девать. Она сказала, будешь пользоваться ли, я выкину. Я говорю, конечно, буду пользоваться. Тут такой хаос, но ничего. Вот так вот выглядит весь балкон. Он достаточно большой. Скоро я перевезу сюда свою грильницу. Потому что я еще ее не перевезла. Она у меня до сих пор стоит на улице в старом доме. Потому что у меня еще там аренда не закончилась. Здесь будет стоять грильница. Сюда я поставлю... У меня есть... Я купила такую, типа, грядку высокую. Потому что я хочу там сажать всякий базилик, всякие такие приправы, типа травы и так далее. Вот. Это будет стоять тут. Может быть, какие-то цветочки еще посажу. Тут у нас ничего, потому что тут у нас окно. И я открываю всегда для животных, чтобы они дышали свежим воздухом. Сейчас закрыто, потому что сейчас очень жарко. Тут у меня будет стоять кресло, которое мне скоро придет. Оно очень классное. Поэтому я буду вот так вот здесь сидеть. Смотреть на горы, на вид. Посмотрите, как красиво. Вот это я купила кошкам. Им это не понравилось. Это я уберу туда в кладовку. Заходим домой. Кошка сразу уже пытается сбежать. Давай-давай. И вот так вот у нас все выглядит дома. Получается, это как зал. Там как бы кухня, где ты кушаешь. Потому что там стоит обеденный стол. И там сама кухня. Давайте начнем с зала. Тут у меня пока что декор, который я еще не повесила. Телевизор. Приспособление для телевизора для всего такого. Кошка. Повесила немножко декор сюда. Здесь переходим. Здесь такой вот столик. Придиванный кофе-столик. Там я положила пока что декор, который я еще не развесила. Но мне нужно будет это повесить, скорее всего, на эту стену еще куда-то. Еще одно окно. Тут, кстати, очень светло. И солнце попадает сюда с того окна. Там окно есть. И с этого. И с этого. Получается очень светло. В общем, да, здесь будет декор. Мне еще скоро придет кое-что. Поэтому я пока еще ничего на эту стену не вешу. Это мне нужно занести в гараж. Это мне нужно отдать на химчистку. Тут, получается, дверь входная. Это мне надо разобрать. Это мои покупки, которые я еще не разобрала. Тут кошечный домик. Замок. Привет! Здесь черепахи скребутся. Это их место. Сюда наклеил этот знак, который Остин не сделал. Короче, это объявление о том, что это охраняется черепахами и так далее. Окно. И вечером тут солнце прям классное. Это мое любимое просто. Я обожаю это все куплено в разных местах. И у меня со всего есть воспоминания. Поэтому мне очень нравится эта штуковина. Полностью вот эта вся подставка. Стена, которую я покрасила. Мне очень нравится, как это выглядит. Я прям в восторге. Здесь у меня кухня. Немножечко бардак. Но извините. Она выглядит очень красиво. Я ее очень люблю. Мне очень нравится тут готовить. Она очень красивая. Тут у меня животный мир. Кролики навели срач. Свинки тоже. Такая же водная комната. Это тоже надо отнести в гараж. Там всякая животная еда и так далее. Идем дальше. Это моя посылка, которую нужно открыть. Тут стиралка. Ну, вы помните. Тут ничего такого необычного. Идем дальше. Эту комнату я еще не разобрала. Но мне надо разобрать, потому что моя мама скоро приезжает. Она будет оставаться первое время тут. Заходим в мою комнату, которую я уже обустроила. Смотрите, как она выглядит. Раньше кровать стояла так. Но я решила все переставить, потому что мне хочется, чтобы здесь больше было места с этой стороны. И мне просто так вот понравилось. И вот так вот все выглядит. Гардеробная. Вот тут вот находится. Я, конечно же, еще вообще в полном процессе обставления всего дома, квартиры, своих апартаментов. Потому что мне еще нужно очень много чего доделать, что я хочу как бы сделать, переделать и так далее. Допустим, я хочу на посудомоечную машину и на, возможно, холодильник. Есть такие типа rent-free обои. Они называются. Они, короче, как стикер виниловый большой. Выглядят как обои. Но прикол в том, что они легко очень снимаются. Они никак не портят то, на что ты клеишь эти как бы этот стикер, эти обои. Поэтому я хочу наклеить что-то. Какие-то обои с принтом или чтобы было чуть-чуть цвета, потому что мне слишком бело. Также есть еще момент, что я хочу красить эту стену. Я тоже жду, пока мне придет весь декор. Я заказала его. В общем, как-то так. Я постаралась за короткое время как можно больше чего прикрасить, сделать. И напишите в комментариях, если вы все-таки ждете видео. Вопрос-ответ про этот дом, про эту квартиру. Я не знаю, как это называть. Потому что это чисто теоретически, это выглядит как квартира. Это по факту считается как дом. Потому что тут есть балкон. Это находится на втором этаже. Тут есть свой гараж. И, в общем, я не знаю, как это правильно называть. Но, короче, если вы увидите видео про цену, про все вопросы, которые задавали мне в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Да напишите мне в комментариях. Я знаю, что вы хотите, но просто хочу еще раз понять, не поздно ли это. Потому что я очень хочу снять и рассказать вам больше про место, где я живу. Спасибо, что были со мной. Я вас очень сильно люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok